Следите за их руками Политика Проблемы национальной политики 27 августа 8-3 Следите за их руками Юрий Болдырев о манипуляторах и манипулируемых Юрий Болдырев Комментарии в просмотрах 3210 Фото Валерий Шарифулин, ТАС Конечно, хорошо Если можешь делать с вверенным тебе народом все, что хочешь Да еще и чтобы народ был тебе за это благодарен Но не всегда это получается Бывают и так, что народ, в массе своей, вполне согласен Что все самые жирные куски лишь правителю и его окружению А хотя бы крохи из барского стола ему Но тут алчность берет вверх Начинают прямо из-под носа совершенно лояльных и искренне благодарных Отбирать даже последние крохи Что тогда? Лояльность и благодарность Вкупе с искусно-нагнетенным страхом перед любыми иными Которые будут только хуже Могут начать давать трещины Ну, трещина еще не поломка Замажем, зашпаклюем Скотчем залепим И вот этот самый скрипоносный скотч уже из всех щелей Оказывается, и американским авианосцам мы противопоставим Путинский суперзвук И ветеранам после выборов дадут еще какую-то надбавку И даже суставы Дробь, позвоночник, грибок, насморк Можно вылечить простым дешевым трехпроцентным Читайте так же Лидер КПРФ на выборах в Масгордуму пригласил на дебаты все политические силы Скотч полез густой, ядренный, но трещины все проявляются Так запросто не залатывается Что делать дальше? Известно, с одной стороны, всем, кому удается дубинкой по голове Затем самых буйных на нары, со стороны другой Главное, чтобы мелкие трещинки не были сонаправлены и не сошлись затем в трещину расщелину единую Уже никак не преодолимую Как это сделать? Известно, именно так, как, по преданию, Господь поступил со строителями Вавилонской башни Пусть будет недовольство, пусть оно будет даже уже через край Но, главное, чтобы направление недовольства и предложение по выходу из ситуации были разные Местами, где удастся, запутанные, совершенно в массе своей не совпадающие А лидеры и идеологи протеста, чтобы категорически никак не могли между собой договориться А если настоящие лидеры и идеологи, все-таки, договариваются, то что этому противопоставить? Известно, лидеров и идеологов фальшивых, подставных, кричащих правду матку еще громче всех Радикальнее некуда, но с конечным призывом на этом основании куда? Туда же на бойню, в пропасть Куда всегда ведут так называемые козлы-провокаторы Сказано-сделано И вот уже налицо в нашей новейшей истории несколько наиболее явных и показательных примеров Так, раскрутили на нашем государственном телевидении видного философа, замечательного защитника наших цивилизационных ценностей против гнилого и продажного Запада В пару ему поставили, в качестве визави самого отвратительного из этаких подзападных либералов-антисоветчиков И вместе с многомиллионной аудиторией телеканала стали регулярно пристально вглядываться в самую, что не есть суть нашего времени Подзападному либералу от нашей самой исконной сути по мордам, по мордам И так регулярно И это по государственному телевидению самого вульгарно-либерального олигархического режима Что только можно придумать к чему бы это Понятно, когда в 2012-м пришла пора определяться, к чему призвала вся наша исконная суть времени Понятное дело, огромные деньги равно эфирное время гостелеканала на ветер Изначально ведь никто выкидывать не собирался На поклонной горе вся наша суть призвала голосовать за нынешнего, испокон века прошлого и, похоже, будущего, президента Как за единственно возможного спасителя и защитника от подзападных либералов На первом, формально, вроде как, негосударственном, тогда действовали чуть тоньше Просто раскрутили очередного телеведущего на вечерних политических шоу, вроде того, что как почти объективного И что к финалу, на том этапе, проекта Разумеется, там же, на поклонной, мол, без Путина никуда Самый иезуитский проект сначала на ТВ, затем был переброшен в интернет Видный член правящей партии, бессменный депутат Госдумы от нее же Рассказывает такую правду матку, что аж дух захватывает Оказывается, все вокруг, включая и его самого давно все предали и продали И теперь в полной зависимости от США Как оттуда продиктуют так все по заранее розданным бумажкам Чуть ли не с грифом Газдепа, и голосуют Власть придумала, как обеспечить выборы еще более агрессивными протестами К чему может привести идея увеличить барьеры для кандидатов и оппозиционеров Наконец, наступил 2017-2018 и опять момент выбора Тут некоторые из прежних клоунов умудрились даже успеть перебежать Якобы в помощь альтернативному кандидату в президенты Единому от левых и национально-патриотических сил Со вполне изначально очевидной целью Расколоть единство левых и национал-патриотов Жестко противопоставить их друг другу Но сейчас не о них, важнее другое Как ни пытались старые и новые телегерои В том числе, даже о вейной славой боев за интересы страны на ближних подступах Противопоставить себя единому кандидату от левых и национал-патриотов Ничего не вышло Не устаю напоминать то, что так тщательно стараются не упоминать и вычеркнуть из нашей памяти Единый кандидат от левых и национал-патриотов на выборах 2018 года Даже после всей оголтелой кампании клеветы по государственным СМИ Про якобы счета в зарубежных банках Но которые так и не нашлись Даже после всех махинаций с по счетам голосов На выборах президента получил голосов больше, чем все остальные Вроде как, альтернативные вместе взятые Специально не упоминаю ни одной фамилии Здесь важны не персоны, но процессы, явления Это ли не главный и не безусловно самый убедительный результат всех неисчислимых до того попыток сплочения оппозиции? Казалось бы, после этого, когда путь в будущее, очевидно, проложен Должен был наступить этап еще более масштабного сплочения всех левых и национал-патриотов Чтобы совместными усилиями, отшелушивая всех, вертящихся под ногами провокаторов Добиться перелома и снести, наконец этих, по признанию их же козлов-провокаторов Все давно предавших и продавших Бесплатный проезд на общественном транспорте «Ютопия» или «Реальность Анастасия Удальцов» о том, что Москва вполне может найти деньги, не тратя на очередной распил Можно ли поддержать одним других односторонних, чтобы усилить, так или иначе, но все же противников нынешнего режима? Уверен, что, вопреки манипуляторам извне и тем, кто этим манипуляциям подвержен, можно и нужно Именно так, буквально вопреки Где-то это удается, например, в Петербурге, на Ставрополье А в Москве, например, индивидуально, по конкретным кандидатурам это возможно А вот в целом по списку не удастся И понятно, что делать, если кандидатов от одних потенциальных союзников снимали с выборов по заявлениям других их же потенциальных союзников Не хочу лить воду на мельницу нынешней власти, специально не уточняю, кто, представители какой силы, кого так с выборов сняли Но, согласитесь, сама ситуация-то совершенно позорная Кремлевские, точнее, чтобы не чернить символ нашей государственности Олигархические политтехнологи только ручки потирают от удовольствия Не обращаюсь к лидерам левых и национал-патриотов Но обращаюсь к рядовым гражданам-сторонникам тех или иных идей В конечном счете, сонаправленных в борьбе против столь затянувшегося разграбления нашей страны Осознайте, наконец, что лидеры приходят и уходят А единству левых и национал-патриотов в нашей стране альтернативы нет Кроме, собственно, в ближайшей же перспективе отсутствия самой страны Не хотят лидеры где-то наверху объединяться Манипулируют ими откуда-то извне Значит, должны объединяться вы сами, без лидеров И продемонстрировать свою позицию и на предстоящих в сентябре выборах И во внутренних процессах в ваших организациях по отношению к своим лидерам Прежде всего, в зависимости от их подлинного, на деле проявляющегося отношения к единству в России левых и национал-патриотов Выборы в Мазгардуму, новости, Вадим Кумин, московский горизбирком 25 лет устраивает провокации на выборах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!